Всем привет, дорогие друзья! Это превью к то ли четверть, то ли к полуфинальным матчам на Мастерсе в Монреале. К сожалению, два дня подряд мне не удавалось записывать превью. Тут еще и расписка погоды вмешалась, матчи переносили. Короче, туда-сюда ничего не было понятно. Ну, глупо было, мне кажется, записывать превью к матчам третьего круга, при том, что в один день в итоге из-за погоды должны были сыграть по два матча, да. Ну, в общем, как вы видите, у нас здесь есть одна пара полуфиналистов, Рублев-Арнальди, и две пары четвертьфиналистов, Попырин-Хурка, Чикорда-Зверев. Итого, три матча придется разобрать. Ну, давайте начнем с верхней части сетки. Рублев-Арнальди, Рублев обыграл Синера, два матча за день выиграл Андрей. Вообще, конечно, играет потрясающе. Интересно, да, вот, как вообще Рублев сумел все поменять в своей, хотел сказать, карьере, да, в своей форме, наверное, текущей. Вот в первом матче на турнире, да, тот матч, который мы разбирали против Чивери, он горел 3-5. Вот он сразу же проиграл свою подачу, горел 3-5. Вот в тот момент, представьте, вам говорят, что Рублев обыгрывает Синера и выходит в полуфинал. Ну, как вообще, да, вот, то есть, вот этот турнир, это вот идеальная характеристика, просто иллюстрация сезона Рублева. Абсолютно непонятно, что происходит, да, как это можно комментировать. Но ни с того ни с сего человек начал играть блестяще. Он реально, что с Накашимой, что с Синером, я посмотрел только хайлайты, как бы тут сложно делать выводы, но играл блестяще. 6-2 закрыл Яника в третьем сете. Сыграется Арнальди, который тоже играет хорошо. Арнальди обыграл Андрея совсем недавно, но, знаете, тогда мне все-таки кажется, что Рублев уж слишком плох был психологический. Он как раз-таки говорил об этом периоде, что тогда у него мало что получалось. Несмотря на то, что относительно недавний титул в Мадриде был, но уже, уже произошел спад и вот та самая яма, из которой он, ну, судя по всему, смог выбраться только на Мастерсе в Монреале. Мне кажется, Андрей, ну, странновато же будет, конечно, проиграть Арнальди после того, как ты обыгрываешь Синера. С другой стороны, в этом и может быть логика, да, потому что после таких тяжелых матчей, в первую очередь эмоционально тяжелых, да, иногда теннисисты не смогут, не могут перестроиться и, соответственно, следующий матч проводят хуже. Но мне кажется, Андрей в состоянии совладать с Арнальди. Суть по всему, форму набрал, поэтому я лично очень хочу увидеть его в финале и думаю, что этой сенсации, естественно, не станет. На мой взгляд, здесь скорее будет относительно уверенная победа там через фору минус три по геймам от Андрея, чем победа от Арнальди. Тем более, что все-таки они встречались на харде, пусть и в зале, но в прошлом году это было, и Андрей вене одержал относительно уверенную победу. Далее Попырин Хуркач и Корда Зверев. Здесь очень интересные матчи. Ну, Хуркач, я говорил в превью к этому турниру о том, что он вообще должен был, по мнению врачей, причем нескольких, да, он должен был, в принципе, уже заканчивать этот сезон и готовиться там к Австралииан Опен. Но в итоге он вернулся очень быстро, получив травму на Вумблдоне. Здесь я говорил, да, что собираюсь там брать плюсовую фору на Покенаксе, так и сделал, плюс 2,5 зашло. В следующем матче, во-первых, стоит сказать, что на Хуркача коэффициенты достаточно высокие. То есть, мне кажется, в коэффициентах мы уже видим ту потенциальную, ну, не потенциальную, а реальную травму, да, которая у него была. То есть, ну, естественно, как вы понимаете, напротив Попырина не давали бы на Хуркача 1,65, который мы видим сейчас. Где-то 1,73, но это средний коэффициент в Пинакле. А, ага, вот так! То есть, уже 1,78. Ну, это очень сильно меняет дело, да, и об этом я как раз-таки начинал говорить, потому что, если мы посмотрим за личками, то здесь, ну, разгромные абсолютно партии. Порой видим, да, 6,363, 6,175, 6,176. То есть, ну, Хуркач просто не чувствует Попырина. Я этот матч бы рассматривал в зависимости от того, какой коэффициент бы дали. Ну, например, если бы на Хуркача дали 1,4, ни с того, ни с сего, то я бы брал, наверное, плюсовую фору, ну, не наверное, а точно плюсовую фору на Попырина, потому что я смотрел его в матч с Димитровым, играл очень здорово, вообще Попырин. Ну, действительно, заслужил и заслужил этот выход в полуфинал, потому что, в четвертьфинал, простите, может быть, оговорочка по Фрейду, но пока в четвертьфинал. Обыграл Махача, Шелтона и Димитрова. С Димитровым отыграл три матчбола, но смотрелся в целом очень достойно, на задние плотные удары особо не уступал на бейзлайне Димитрова и в итоге одержал победу. Но, как мы видим, сейчас, конечно, наставят такие рамки, когда ты либо берешь чистую победу Попырина, у тебя нет никакой возможности взять плюсовую фору. Тотал тоже убийственный, естественно. Ну, вряд ли матч будет через ТМ, с другой стороны, лички говорят о том, что матч может быть вполне через ТМ. Хуркач не понравился с Кокенакисом, играл достаточно пассивно и тот факт, что он вообще сделал брейк во втором сете, это скорее... Ну, этот брейк не вытекал из логики матча, потому что первые два сета, вот, собственно, у него один гейм и только в одном гейме были брейкпоинт. Кокенакис сильно ему не уступал, там даже по Исам переиграл. Матч с Риндеркнехом, честно, не смотрел, но тоже очередная волевая победа. Здесь стоит сказать, что Хуркач вчера сыграл шесть сетов. Для человека, который возвращается после травмы, это много. Это много, Попырин свой последний матч до этого проводил в... Ну, короче, несколько дней назад, да, до Димитрова. То есть он не играл вчера два раза подряд, несмотря на трех сетовик. Мне кажется, физически он будет себя чувствовать получше. Повторюсь, я, естественно, скипаю этот матч, но вот если просто что-то выбирать, да, то логика такова, что все-таки, ну, я бы играл здесь от Попырина. Чистую победу брать не хочется, но я просто не вижу каких-то других вариантов. Может быть, вы, исходя из того, что я сейчас вам рассказал, видите что-то интересное. Ну, может быть, 2.5 по сетам больше, но я не знаю, это никак не вытекает из моих слов. ТБ тоже плюсовая фора по геймам. Плюс 2 за 1.72, ну, такое неинтересно. Можно, конечно, подстраховаться, да, что Попырин проиграет этот матч на двух тайбрейках, но в таком случае проиграет и проиграет, да. В общем, к чему я веду, я не знаю, потому что линия максимально правильная, на мой взгляд, и что-то здесь найти не очень, ну, не представляется возможным. Ну, ладно, пусть будет плюс 2 за 1.72, реально подстраховаться, если он проиграет на двух тайбрейках. Корда Зверев. Здесь я отталкиваюсь от Корды, если честно. Мне кажется, сейчас он показывает, возможно, лучший теннис в своей карьере. И я, кроме титула Зверева здесь в 2017 году, не могу ничего вспомнить хорошего. Наоборот, по-моему, с Канадой у Саши связаны не самые лучшие воспоминания. А он вообще здесь играет очень редко почему-то, да. То есть у него, кроме титула в 2017 году, был только четвертьфинал в 2019, где он уступил Корену Хачанову, и в целом тогда по турниру смотрелось, как мы видим, блекло, не пробивая минусовую фору. Но Саша очень уверенно обыграл Томпсона и Руны в двух сетах 6-3-7-6. Вы знаете, Корда, ну, во-первых, он сэкономил много сил, да, он обыграл только Фридса, а с поспешилом и с Рудом, можно сказать, вообще на Корд не выходил. То есть, ну, вряд ли можно сказать, что он будет свежей, потому что Саша тоже два матча по два сета, здесь нельзя говорить о какой-то физической усталости. Ну, вы знаете, по равной, по равной я бы здесь взял Корду за 3-27. Я говорил перед началом этого турнира, ну, вернее, не перед началом турнира, а перед матчем второго круга, да, с Фридсом, говорил о том, что Корда до этого все подобные матчи в сезоне проигрывал. Но, во-первых, он обыграл Фридса, да, а во-вторых, в целом, мне кажется, его нынешняя форма все-таки может ему позволить одерживать вот такие победы за КФ-3-27. Очень талантливый парень, вы знаете, да, мое отношение к нему. Собственно, я его здесь протянул, кажется, до полуфинала даже в сетке, так что поживем-увидим. Ну, исходя из того, что я вижу, тоталы, наверное, высокие будут до 22, ну, либо тотал 2-22 с половиной, да, по гандикапу. Ну, давайте, ладно, давайте, я вот чуть-чуть, чуть-чуть, конечно, подрослаблюсь, да, не чистую победу, а плюс 3-5 по геймам. На мой взгляд, матч может получиться примерно равным. Кажется, нынешнее состояние Корда, который победил в Вашингтоне, все-таки может ему позволить навязать борьбу Звереву. У Зверева были проблемы, да, он хорошо провел два матча здесь, но у него были проблемы в последние месяцы, не будем о них забывать. Играл он иногда на турнирах очень достойно, а затем проигрывал так, как, например, это происходило с Фрицем на Умблдоне. Да, это было странновато. Ну, или как с Музейти на Орлан Горос. Так что я здесь ожидаю борьбу от Севастьяна Корда и мой выбор 1-77 на этот матч. Вот такое получилось превью. Запишу, естественно, перед финальным матчем что-то свое мнение. Также подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Сегодня будет трансляция. Собственно, в телеге вы сможете узнать, во сколько, где и какой матч я буду комментировать. Всем спасибо и счастливо!